чтобы как можно больше людей посмотрели этот эфир, и я приветствую Марину Овсяникову, которая заходит в нашу студию. Такие моменты я особенно переживаю, что меня нет в студии, когда столько чудесных гостей. Да, у нас замечательные сегодня гости. Марина, мы сегодня вспоминаем 24 февраля, каждый вспоминает свое 24 февраля, как он узнал о войне. Расскажите, что вы тогда узнали? Как вы тогда узнали? Откуда? Это был шок, это был настоящий шок. Я помню, что я проснулась рано утром, это была моя выходная неделя. На Первом канале мы работали в службе информации неделю через неделю. Я помню, что я потянулась к телефону, прозвонила будильник, и сразу посыпались эти сообщения. Там СНН сообщало, что российские войска двигаются в сторону Киева, Медуза писала, что уже вот они в Одессе. Это был настоящий шок. Я рыдала, просто-напросто рыдала. Моя дочь проснулась, я ей сразу сказала это. Она тоже начала плакать. Мама, вот сейчас буквально что будет, сейчас разбомбят наш дом. Я говорю, нет-нет-нет, конечно, такого не будет, но это, конечно, был настоящий ужас и шок. Я понимала, что мне надо везти детей в школу, но я не могла это делать. У меня просто, помню, кружка с кофе упала из рук, разбилась, разлетели со сколки по всей кухне. В общем, это был сильнейший эмоциональный шок, потому что я такого никогда не ожидала. Марина, интересно, вы ведь тогда работали на Первом канале, и вы были в потоке новостей. Просто человек, который работает в новостях, не умеет отключаться. Это мы можем, в общем, сказать по себе. Вы наверняка получали какую-то информацию. Насколько для вас и ваших коллег это, тем не менее, было тотальной неожиданностью? Вот мы сейчас читаем Financial Times, что даже люди в окружении Путина не могли поверить, когда все началось. Как это было у вас? Были ли какие-то предвестники, когда вы сейчас задним умом понимаете, о, а вот это было сделано поэтому, это было сделано поэтому? Конечно, были предвестники. Мы все сидели, у меня была тогда уже еще рабочая неделя, это было 16 февраля. Тогда разведка США сообщала, что вторжение намечено в ночь на 15-16 февраля. Мы мониторили, конечно, это. Я работала в международном отделе, у меня были все трансляции Sky News, CNN, Reuters, Eurovision. Все выведены передо мной, такая была стена из мониторов. И мы ждали, ждали, ждали этого нападения. И когда оно не случилось, все выдохнули, подумали, ну, слава богу, пронесло. Это все подумали, что, конечно, это был политический торг. И сейчас, наконец-таки, если этого не случилось, то сейчас российские войска начнут отходить от границ и возвращаться к своим местам постоянной дислокации. Я помню то настроение, которое царило тогда в редакции. Все ходили, улыбались и думали, что все, самое худшее позади и что, как бы, ничего страшного не случится. Но когда вот уже я 21-го числа, началась моя выходная неделя, я уже пыталась отключиться от новостей, но, тем не менее, у меня уже непроизвольно руки тянулись к интернету. И я увидела вот это вот заседание Совета безопасности, когда Нарышкин там отчитывался перед Путиным дрожащим голосом, когда они там заявили о том, что речь идет о признании ДНР и ЛНР. Тогда стало понятно, что нет, это не закончилось. И в моем представлении рисовалось, что сейчас российские танки вторгнутся все-таки опять на территорию ДНР и ЛНР. То, что они пойдут дальше, на Киев, на Одессу, в моем сознании такого даже... Я даже такого предположить не могла сценария. Марин, а вот, наверное, нагнетание вот этого до самого вторжения, оно с декабря, если я не ошибаюсь, было в таком вот, наверное, сильном объеме, когда сначала одну дату называли, потом вторую дату называли, потом третью дату называли. А у вас подготовка какая-то была внутри, рабочая какая-то подготовка. То есть, инструкции, в конце концов, вот если будет, то... Нет, нет, никаких инструкций не было, и никто не ожидал. Я могу вам сказать, на Первом канале в ДИПе никто этого не ожидал. И для всех это стало настоящим шоком. А когда все это произошло, у вас была выходная неделя, но наверняка, во-первых, когда вы вернулись, было ли какое-то смятение, хотя бы на какие-то дни, вот какое-то смятение, в том числе и среди тех, кто управлял процессом, теми, кто лица канала? Да, было абсолютное смятение на лицах коллег, был страх, ужас и растерянность. Я помню, как дрожали голоса у ведущих, дрожали руки, это было видно в кадре. Поэтому этого никто не ожидал, я могу сказать. Марина, вы сейчас смотрите Первый канал, для того, чтобы понять, вы же знаете, как это устроено, вы видите эти лица. Видите ли вы, как иногда они улюлюкают по поводу того, что света нет, тепла нет. Знаете ли вы этих людей? Как вы думаете, как это все готовится, и насколько эти люди искренни сегодня? Я вам открою страшную тайну. Новости на Первом канале я не смотрю лет 10, наверное. И я думаю, что коллеги примерно так же не смотрят, потому что вы должны понимать, что в этой редакции работают достаточно образованные люди, которые прекрасно все понимают. Я могу сказать, что утром они подписывают петиции в защиту Навального и Демократии, а вечером они клепают сюжеты о прогнившем Западе. Поэтому убежденных путинистов в редакциях, наверное, центральных каналов, я не знаю, процентов 10, максимум 20. То есть, а что, простите, циничные прагматики? Да, они просто циничные и продажные, они работают за хорошие деньги, они понимают, что другой работы в нынешней реалии не найти. Поэтому, да, эти люди циничные и продажные. А внутри есть какая-то градация? Например, Соловьев – это совсем плохо, а Андреева – это еще более-менее. Как внутри это воспринимается? Слушайте, топ-пропагандисты, топ-пропагандистов, они получают безумные деньги. А то, что касается среднего состава, это обычная московская средняя зарплата. Поэтому эти люди просто понимают, что им больше некуда идти в нынешних реалиях, что за 20 лет Путин уничтожил все независимые медиа в России, что независимого телевидения в России вообще нет. Все телевидение находится сейчас под контролем государства, через опосредованные какие-то структуры друзей Путина, его знакомых и так далее. Поэтому они играют под четко обозначенным правилом. Но я имею в виду те, кто работают на Соловьево, те, кто сейчас работают на Первом канале. Внутри есть какая-то градация? Тут можно пойти на компромисс с совестью, а вот этого уже нет? Или тут уже вопрос денег, а не вопрос совести? Слушайте, уже все заключили эту сделку с дьяволом, потому что 24 февраля, я считаю, нам незаметно всем положили на стол договор с дьяволом. Вот если ты остался работать на этот режим, то значит ты его подписал. Я считаю, что все мои бывшие коллеги, которые не уволились в первые дни войны, они подписали этот договор с дьяволом. И я не знаю, что им говорит сейчас в данный момент их совесть, но я смотрю, соцсети, люди по-прежнему наслаждаются отдыхом на Мальдивах, в Арабских Эмиратах и ничего не пишут в своих соцсетях насчет войны. А как много людей все-таки уволились, может быть, не в первые дни, но в первый год этой войны? И вы наверняка знаете многих. Ну, мы все слышали громкие имена, там, Жанна Агалакова, Вадим Глузкир, Лидия Гильдеева. То, что касается среднего состава, я слышала, что на телеканале «Россия» были такие прецеденты, что люди вставали, там, режиссеры вставали, уходили прямо во время прямого эфира. Говорят, что на телеканале «Россия» уволилась девушка, которая возглавляла так называемый «Гарант ТВ». Это есть специальные такие отделы, которые занимаются исключительно подготовкой новостей о Путине и кремлевских чиновниках. На первом канале не было таких массовых увольнений. Я знаю, что одного человека, который выразил мне поддержку в телеграм-канале, он со мной долго переписывался, и я знаю, что ему предъявили нашу переписку, потому что ФСБшники сделали дубликат моей сим-карты, и они предъявили ему нашу переписку, и тоже назвали его британским шпионом и уволили. Ир, ты хотела что-то спросить, или я могу продолжить? Я продолжу тогда. Вот 24 февраля. Когда вы придумали свою акцию? Сколько дней? Как она задумывалась? В первый день войны я поняла, что я напишу заявление об увольнении, что я уйду в никуда, что я вообще уйду из журналистики, буду заниматься чем-то другим. Я хотела бежать на Манежную площадь уже со всеми плакатами, но буквально в последнюю минуту сын отобрал у меня ключи от машины и сказал, мама, ты что, совсем сошла с ума, сиди дома и никуда не дергайся, никуда не езди. И тогда у меня просто созрел этот план, что я могу устроить более серьезный протест, и я никому об этом не говорила, даже сыну, детям. И все это подготовила самостоятельно. Когда эта мысль родилась? Примерно 24-го прямо? Нет, не 20. Это где-то через неделю, через две, да, видимо? Да, я к своему стыду, я находилась в оцепенении, у меня был такой шок, я понимала, что мне надо бежать, но я еще неделю по привычке, по инерции ходила на работу, градус пропагандистской риторики возрастал с каждым днем, там были отменены все развлекательные передачи, только новости шли нон-стопом, там был информационный канал, и я действительно оцепенела, я не знала, что делать, так как на протест в центре города я не могла идти. И вот где-то, наверное, в начале марта у меня созрел этот план, но была опять-таки моя выходная неделя, я понимала, что если я сейчас приду в студию в выходную неделю, то все заподозрят, что что-то неладное. Вот, и мне пришлось дождаться первого рабочего дня, это был понедельник, 14 марта, и уже существует вот он. Вы потом дали очень много интервью, и говорили о коллегах, и говорили о Екатерине Андреевой, что она все прекрасно понимает. Вот сейчас, спустя год, вы также продолжаете думать, что она все прекрасно понимает? Конечно, она все прекрасно понимает, она даже сказала в каком-то интервью, что она согласна с лозунгами против войны, с антивоенными лозунгами, которые были написаны на английском, но она никогда не согласится с тем, что я написала по-русски, что здесь вам врут, что это пропагандистская машина. Вот, она сказала, что мы тщательно проверяем все факты. Да, мы проверяем все факты, только из большого потока событий мы выуживаем исключительно факты, которые играют против Украины и против Запада. Вот такая однобокая подача информации. Вы столкнулись с тем, что, как и многие вообще в России сейчас, в этот момент, с тем, что даже самые близкие люди не разделяют каких-то позиций. Как вы думаете, настанет ли момент, когда мы сможем спокойно об этом говорить или это, если не навсегда, то очень-очень надолго? Это очень все травматично, потому что война в России действительно разделяет семьи, близкие люди не разговаривают с друг другом. У меня точно такая же ситуация в семье. Моя мама полностью зомбирована пропагандой, она ровесница Путина, она точно так же хочет восстановить Советский Союз. Насколько я понимаю, она с утра до вечера слушает Соловьева. И я предпринимала еще до начала войны тысячи попыток, наверное, вытащить ее из этого информационного прессинга кремлевского. Но она меня никогда не слушала. Она все время говорила, что я пятая колонна, которая пытается развалить Россию, я кричала «мама, ну послушай, я же работаю в этой системе, я знаю, как это делается». Она говорит «нет, я тебя не буду слушать, я буду слушать Соловьева». Все это, конечно, очень горько. Ну да. Как вы думаете, как может произойти это? Как можно расколдовать? Вы знаете, у меня даже пришел в голову такой эксперимент взять такого одного человека, который все это поддерживает, и поместить его в какой-то информационный вакуум для начала, а потом попробовать… Детокс такой. Да, информационный детокс. И потом попробовать ему давать новость с другой стороны, оппозиционной, и провести такой эксперимент, насколько быстро произойдет это раззомбирование. Вот. Ну, не знаю, не знаю, сколько потребуется для этого времени. Но вы же сами понимаете, что сейчас, если бы резко изменилась информационная политика на всех федеральных каналах, то я думаю, что сколько времени бы потребовалось, чтобы раззомбировать эти люди? Марина, а в чем секрет успеха пропагандной, на ваш взгляд? Вот смотрите, все равно до сих пор в России есть YouTube, да? У нас сейчас можно в России, видите, я уверен, что у нас из примерно 30 тысяч зрителей примерно 20 тысяч в данный момент смотрят нас в прямом эфире в России. Почему все равно, даже при наличии какого-то выбора, люди выбирают первый канал, на котором вы работали, Соловьева, который до сих пор популярен? Ну, потому что это легкодоступность информации. Мы же с вами журналисты, мы можем искать там источники информации, сравнивать, анализировать, делать какие-то выводы. Большинство людей не обучены искать информацию, они включают этот первый попавшийся, называется, щелкают пультом и включают там первый, второй канал и слушают то, что им предлагают государственные медиа. Ну, в пропаганду кто верит? Малообразованные люди из регионов, которые там, сложно им установить VPN, сложно лезть в интернет, надо что-то искать, где-то там что-то читать. Вы наверняка видели, что люди за рубежом, но русскоязычные тоже с удовольствием потребляют часто эту самую пропаганду. А они почему? Может быть, это тоска по родине у них такая. Не знаю. Но вы встречали наверняка таких людей? Пытались с ними разговаривать? Вы знаете, нет, за границей я как-то не встречала практически таких людей, у меня достаточно другое окружение. Но вы сейчас в нужном городе находитесь, там таких людей можно встретить. Можно, можно. Марина, да. Я, знаете, во-первых, хотела сказать, что, конечно, вот вы говорите, что вы не могли выйти на площадь, да, но мне кажется, ваш поступок намного... не хочу обесценивать людей, которые выходят с плакатами, но ваш поступок намного эффективнее, конечно, чем с плакатом на улице постоять. Я, знаете, о чем хотела вас спросить? Вот это вот... Сколько лет вы работали на Первом канале? Ну, я всю жизнь после окончания журфака, я работала вначале на ГТРК Кубань в Краснодаре, потом я уже в Москве работала на Первом канале, но, получается, на Первом канале где-то лет 18 я проработала, да. Вы помните тот момент, когда... или как это шло? Понаступательнее вот эта вот ненависть, которую взращивали в Украине. Как это происходило? Абсолютно. Я могу сказать, что в 2003 году, когда я пришла на Первый канал, он еще не был таким пропагандистским каналом. Это были вполне себе новости со всего мира, да из России мы какие-то новости давали, но постепенно, точно так же, как ужесточалась антизападная риторика Путина, точно так же ужесточалась вся информационная повестка на всех федеральных каналах. Я могу сказать, что закручивание гаек таких, наверное, началось после короткой войны с Грузией, когда Кремль понял, что он проиграл эту информационную войну, и тогда, мне кажется, ужесточилась, очень серьезно ужесточилась вся информационная политика на главных каналах, и все это действительно шло по нарастающей. В последнее время дошло до того, что никаких позитивных новостей с Запада, мы уже не давали, дошло до того, что даже церемония Оскара оказалась под запретом, потому что говорили, что это не наш праздник. То, что касается риторики, конечно, шло постоянное расчеловечивание украинцев, только употреблялись эпитеты нацисты, националисты, последователи Бендеры и так далее. Делалось все, чтобы расчеловечить украинцев в глазах россиян, вызвать лютую ненависть по отношению к ним. Это продолжалось каждым годом, все это усиливалось и усилилось. Для вас этот рубеж 2008 год, значит, я правильно понимаю? Да, я думаю, что это. Ну, в общем, для многих, наверное, 2008, признаюсь, что для меня, наверное, чуть позже произошла какая-то точка невозвата, для меня, наверное, закон Димы Яковлевой, закон подлецов, вот как-то он меня тогда почему-то накрыл, когда я понял, что... Для меня 2008, как ты понимаешь, логично. Закон подлецов, я могу сказать вам, в то время, вот мы недавно разговаривали с Жанной Агалаковой, она работала как раз в это время в США, я занималась международной повесткой там, в Москве, и я помню этот момент, как было целенаправленное задание руководства выискивать такие случаи в США, прям охотились за этими случаями в США, чтобы вот какие-то инциденты с российскими детьми, они прямо приветствовались на ура. Я помню, мне тогда шеф-редактор сказал, что если, не дай бог, такой инцидент придет по каналам информагентства, ты его пропустишь, что все, прощайся с жизнью. Ну, а если говорить про 2014 год, когда произошло присоединение Крыма, на ваш взгляд, вот как это вы виделось из первого канала, как вы тогда обеспечивали вот нужную повестку, что называется, да, это было настоящее народное ликование, и вы его только отображали, что называется, да, как работали зеркалом здесь, и действительно снизу был такой запрос на это самое, на Крым и так далее. Или вы во многом его моделировали, да, вы изображали это ликование? Сейчас я попытаюсь вспомнить эти подробности. Нет, наверное, тогда все-таки было какое-то ликование, которое шло снизу, и просто мы делали акценты на этом ликовании, и, конечно, мы выдавали в эфир соответствующих людей, соответствующие их слова, вырезались из контекста, и даже если кто-то что-то говорил против или был недоволен, естественно, такие синхроны мы не ставили в эфир. Возвращаясь опять же к тому, что здесь первично, народный запрос или пропагандирование, вы как отвечаете на это? Вот вся эта сложившаяся ситуация, да, с войной, с перечерчиванием границ, с тем, что люди так легко потребляют это все, это успехи пропаганды и успехи властей в одурманивании, или это действительно власти чувствуют этот запрос снизу, улавливая его, соответственно, просто усиливают этот эффект. Мне кажется, что это успехи пропаганды. Вы же слышали недавно, Алина Кабаева сказала, что пропаганда это наш автомат Калашникова, это действительно работает как автомат Калашникова, это работает по Геббельсу, постоянно называется черное-белым, и неудивительно, что это приносит такой эффект. Люди в России оболванены, они больны, их надо лечить, и я думаю, что сейчас самая главная задача Запада делать упор на поддержку именно независимых СМИ российских, которые вещают вот так, как вы, которые были вынуждены бежать из России, которые сейчас вещают из-за рубежа. Я думаю, что наша главная задача сейчас прорвать именно этот информационный пузырь, этот вакуум, и пытаться донести до людей другую альтернативную реальность. Марина, очень многие оппозиционеры были обижены, что ли, вниманием к вам, да, очень многие украинцы вас тогда не поддержали. Для вас это было сюрпризом, насколько болезненным в итоге были последствия для вас, вот вашего поступка с этой стороны? Не со стороны тех, кто поддерживает войну, там все понятно, да, а вот такое частично принятие, для многих вы стали героем, но часть людей, да, вот не восприняли этот ваш поступок как какой-то искупающий или как какой-то геройский. Насколько это было неожиданно для вас? Вы знаете, проблема в том, что людям из России очень мало верят. Кремль делал все на протяжении этих лет. Это был поток лжи, лицемерия как на уровне МИДа, так и на уровне, как лилось это по всем пропагандистским каналам, что россиянам вообще перестали верить. После моего протеста активно же начали выбрасываться в информационное пространство теории, что я фейк, что я... Прямых эфиров на Первом канале нет, что я там работаю на все спецслужбы мира, какие только возможны. И, естественно, мне стал никто не верить. Я в тот момент уже работала в Вельте, и у меня появилась такая идея. Это был однобокий взгляд на мир. У меня появилась идея поехать в Украину и работать там как журналист, чтобы рассказывать именно для россиян, показывать, что действительно там происходит. В то время случилась уже буча. И мне хотелось рассказать россиянам действительно, что там, что, вот как бы это была альтернативная реальность Первому каналу, может быть, даже поработать там с международными экспертами на месте в Украине. И я могу сказать, что в редакции Вельта так понравилась эта идея, меня поддержали, и я поехала туда в Украину как независимый журналист, но я не оценила события с точки зрения украинского общества. Украинское общество, естественно, не готово было меня воспринимать в ту минуту, ну, наверное, в тот момент был неуместен любой человек с российским паспортом на территории Украины, когда российские войска обстреливали Украину. И, конечно, меня не восприняли. Уже называли там бывшим пропагандистом, бывших пропагандистов не бывает. В это время там украинцы протестовали возле редакции Вельта, там даже создали петицию на Change.org за мое увольнение. В общем, это шло по нарастающей. И, конечно, я понимаю, что в это время я наделала много ошибок. Сейчас бы я поступила абсолютно по-другому. Насколько это было болезненно? Это было очень болезненно, потому что уровень поток и угрозы шли со всех сторон. Угрозы шли и со стороны России, что ты предатель, британский шпион. Вы помните тогда этот Киселев, там огромный блок программы «Вести неделю» посвятил мне. Что вы заранее там договорились. Да, что незавидна судьба тех людей, которые предали свою родину, их всех травят со всех сторон. И также параллельно шел поток угроз и ненависти со стороны Украины. В общем, можно сказать, что эта вражда на время объединила и русских, и украинцев. У меня была помощница, которая занималась моими соцсетями. Она просто планомерно удаляла все эти негативные, все эти угрозы, все комментарии из моих соцсетей. Просто не подпускала меня в какой-то момент, потому что я уже была практически на грани самоубийства. Это было очень тяжело. И в этот момент как раз меня уволили из Вельта. Я сидела одна в Берлине и, честно говоря, не знала, что делать, потому что в этот момент еще мой бывший муж пытался ограничить меня в родительских правах, подав на меня в суд. И это были, конечно, адские дни в моей жизни. Как вы тогда решились поехать в Россию? У меня не было другого выхода. Я понимала, что если я не приеду туда и не начну бороться за своих детей, то я просто никогда их больше не увижу. Ну, по крайней мере, в ближайшее время, пока моя дочь не достигнет 18 лет. Но вы, тем не менее, там снова вышли на акцию протеста, и она была тоже очень жесткой и яркой. Да, я приняла решение для себя, что если я вернусь в Россию, то я не буду молчать сразу. Они меня один раз оштрафовали по статье за дискредитацию армии. Это было интервью в защиту Ильи Яшина, когда его судили. Потом второй штраф был за социальные сети, мои запасты в социальных сетях. Ну, а на третий раз это уже было уголовное преследование. Вы как раз вышли тогда на набережную с окровавленными куклами, и, в общем, понятно было, что это про детей. Как вы, почему вы именно так решили выразиться в протесту в этот раз? Вы знаете, мы тогда сидели, наконец-таки я увидела, вот вернувшись в Москву, я увидела свою дочь, это спустя две недели. Мы соединились с ней, мы сидели на кухне, и как раз произошла Винница. Как раз я увидела тело этой девочки Лизы, разорванной в коляске. Это был какой-то ужас. И я понимала, что сейчас в этот момент моя дочь со мной. Кто вернет ребенка матери, уже никогда не вернуть. И я была настолько в отчаянии, я уже кричала в трубку своей подруге, я пойду протестовать. Она кричала, нет, стой, ты с ума сошла, тебя посадят. Я говорю, одиночные пикеты не запрещены в России. Она уже понимала, что ничего, меня не переубедить. Мы в тот момент поехали вместе на Кремлевскую набережную, она снимала это видео, и в тот момент, мы буквально там простояли, наверное, минут 15, увидели, что уже с Немцова моста к нам идут сотрудники правоохранительных органов, и мы быстро уехали. На следующий день за мной была слежка, уже установили слежку, было три машины, которые дежурили вокруг моего дома. Ну и через неделю ко мне ворвались с обыском в 6 часов утра, и уже был арест, допрос в Следственном комитете. Потом была ночь в спецприемнике в одной камере с убийцей. И тогда моя решимость уже, скажем так, сесть в тюрьму уменьшилась, потому что проведя ночь в этом заведении, конечно, я была очень сильно шокирована. И на следующий день, когда суд закончился все-таки не СИЗО, а домашним арестом, у меня уже как гора с плеч упала. На ваш взгляд, государство было радо, что вы уехали? Я думаю, да. Им выгоднее выдавить всех несогласных с территории России, чтобы не создалось какого-то взрывоопасной консистенции. Потому что вы сами понимаете, что революцию делают 6% активного большинства в Москве. Вот на этот момент эти 6% активного большинства, они все находятся за пределами России. Есть ли у вас какие-то медийные планы на ближайшее будущее? Медийных планов нет. Есть планы правозащитные. Я надеюсь работать с репортерами без границ, которые спасли меня, которые помогли выехать за пределы России. Мы будем заниматься защитой свободы слова, защитой политзаключенных журналистов. Также есть какие-то наработки с женским форумом, который тоже находится в Париже. Будут какие-то проекты, связанные с противодействием пропаганде в российских школах. Российские школы – это, конечно, отдельная большая тема. И то, как там сегодня говорят, в том числе о войне. Спасибо вам большое, Марина, что пришли в студию к нам этим утром, ответили на вопросы. Марина, вы знаете, у нас в чате огромное количество слов поддержки. Ваш адрес и есть даже сообщения от людей, которые просят у вас прощения, которые говорят, что они вам не верили, но вот сейчас они просят у вас за это прощение. Так что вам огромное количество слов благодарности. Спасибо.